шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе торы тцв это единственная глава в которой не упоминается имя муж и рабы с тех пор как он родился про что мы читали в недельной главе шмот сегодня мы сосредоточим наше внимание дорогие друзья на его старшим братья ароне который как правило находится все время на заднем фоне надо отметить что практически вся глава посвящается той роли которая машера бейну не играл разве что поверхностно роли священника или первосвященник почему такая двойственность один брат так сказать замещает другого спросите вы меня давайте попробуем разобраться начнем с того дорогие друзья что когда машера бейну молил всевышнего чтобы тот простил наш народ за грех золотого тельца ведь речь шла об их истреблении а если не простит бог народа пусть сотрет и мое имя истории книга шмот 32 32 люди получили прощение всевышнего но имя маше из этой главы было стерт связь маше и торы неразрывно маше тот кто получил тору от всевышнего он тот кто пересказал тору и обучал ей наш народ на протяжении многих лет маше и тура это единое целое тем не менее когда маше просит прощения для народа он был готов поступить со своей жизнью чтобы помочь им это учит нас тому что спасение ближнего стоит того чтобы отказаться от самых дорогих для нас вещей но если мы копнем дорогие друзья немного поглубже то увидим что в истории создания мешкана есть две ключевые фигуры маше и арон мотив двуединство так сказать будет повторяться все время в теме храм ведь храм это место встречи творца и человека место искупления человеческих грехов единство нашего союза и ритуал видимо и его воплощение поэтому в храме два центра святая святых и жертвенник для существования храма необходимо они оба маше рабейну пророк всех пророков рамбам говорит что не было и не будет подобного ему он идеальный как чистое зеркало он ходит святая святых когда захочет всевышний говорит с ним и скорую но он не мог говорить с народом сам помните посылая маше рабейну к народу творец ему дает аарона идеалу нужно воплощение божественному слову нужно место в мире без арона это невозможно тара не на небесах дорогие друзья именно потому что через машей арона она смогла спуститься к нам на землю соединение между идеей воплощением было преодолено с помощью арона служение арона понятно и доступно нам людям и сделай ему священной одежды для почета и великолепия объясняют наши мудрецы что почет и великолепие нужны простому человеку воспринимающему мир с помощью глаз или воображение коэн важен через него идеал начинает жить в нашем мире его одежды производят впечатление напоминают царский вызывают трепет из нашей недельной главы дорогие друзья мы знаем что у священника есть 8 одежд и мудрецами они распределяются всем разных групп вообще нужно отметить что каббалистическая традиция видит мир состоящим из семи разных слоев семи уровней бытия мы находим что священные одежды в нашей традиции сопоставляются тоже семью слоями реальности и каждый слой работает по-своему сказано в трактате с вахим что в одеждах первого священника или священника было четыре части брюки они искупали порог запрещенных половых связей второе это овнет пояс длиной 16 метров пояс отделял нижнюю часть тела от верхней как бы ограничивая влияние духовной души на божественным 3 мацнефет головной убор он искупал духовную глупость порождающую гордыню головной убор обеспечивает постоянное постоянное ощущение что над твоей головой есть что-то или кто-то понимание что ты не выше инстанция в этом мире кутонет нательная рубашка она искупала кровопролитие одежды простого коина дорогие друзья искупали грехи отдельного человека у первого священника же было восемь частей в одежде четыре как у обычного священника и еще четыре только для него первосвященник представлял собой общину народ израиля общество и его слабость пято это хошин для суда прямоугольный нагрудник с двенадцатью камнями на каждом из камней написано было имя одного из колен нагрудник прикрепляли кольцами сочетание прямоугольника нагрудника и колец круга было обязательно как вы знаете в природе нет прямых углов божественный суд воплощенный через первосвященника в нашем мире основанный на милосердии не способен или не свойственным естественному порядку вещей как и прямой угол но он дорогие друзья часть нашего мира после дарования торы хошин искупает склонность несправедливому суду к мести эйфот шестое что-то наподобие фартука на двух лямках он искупает грех идолопоклонничество на каждой лямки написано по шесть имен колен израилевых чтобы помнил народ израиля существует потому что существует завет союз с единым богом мэйл седьмое плач или облачение искупает грех злословие по низу на милу было прикреплены гранаты а между ними колокольчики когда первосвященник шел они извинить звенели и никакого дурное слово брошенное кем-то рядом их не пачкало восьмой это циц золотой венец он прикреплялся у основания головного убора и на нем написано святыня господня он искупал наглость помещался в венец там где находится головной тефелин а тфелин это принятие бремени невес небес другими словами сущность храма со стороны маше рабейну является откровение и именно ради этого человек приходит в храм услышат голос всевышнего понять сущность мира понять чего всевышний хочет от человека человек сам по себе является чистым и правильным и его цель приближение к творцу и получение откровений с точки зрения а а рона человек приходит в храм совсем с другой целью получить очищение от грехов и священники это те которые помогают ему очиститься которые дают ему искупление и только совокупность и их маше и а рона помогает человеку по-настоящему познать творца так сказать им в помощь настоящая братская любовь этого я нам всем и желаю дорогие друзья браха вас лоха уважайте друг друга как маше и арон будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин каплан